Всем салам. Эмммм... Саке? Блин, сижу, не знаю, как начать вообще, что сказать. Короче, мне приходили комментарии, типа, ну, выписали некоторые из вас, посмотри Саке, посмотри Саке и так далее. Я сделал опрос у себя в сообществе, и, собственно, там, ну, не так много людей проголосовало, и немногие были за, вот. Но все-таки я решил реакцию на первую серию запилить, ну, то есть посмотреть, если реакция наберет больше, я не знаю, там, двух-трех тысяч просмотров, то мы продолжим, собственно, смотреть вторую серию, ждать третью и так далее. О чем сериал, я, в принципе, немного понимаю. Я знаю то, что... Ну, я смотрел, допустим, «Домашний арест», там тоже, типа, мэр сидела, губернаторы и так далее. Потом у нас был, по-моему, премьер-министр, ну, тоже схожей тематикой, то ли роботом. Ну, короче, я видел сериалы, где показан, вот, мэр, коррупция и так далее, и тому подобное. И я так понял то, что, ну, в этом сериале примерно то же самое, не знаю еще. Вот. Короче, смотрим. Если реакция набирает кучу просмотров, миллион, то, ну, хотя бы, я не знаю, больше трех тысяч, это будет нормально, то мы продолжим смотреть сериал. Нет так нет. Вот. И если не подписаны на канал, подписывайтесь и ставьте лайки. Если хотите, ну, короче, да, вот, под этой реакцией пишите комментарии, ставьте лайки, чтобы как-то, ну, видос продвинулся, если вы хотите, чтобы в дальнейшем я пилил реакции на этот сериал. Все, давайте смотреть. Мне говорили, что я не все пойму здесь, так как там иногда на калахе там говорят. Да не звонит он мне. Да не знаю я. Я сейчас уже на по-моему не нашла, знаешь? Двое здесь, остальные за мной. Он у себя? Да. А? А вы к кому вообще? Саят Саматович, они без спроса зашли? Сядь, сидеть, блядь. Комитет национальной безопасности, капитан Ашимов. Саят Саматович, вы подозреваете злоупотреблением властью. Вы подписали фиктивные документы на строительство школ. Это какая-то ошибка, мужики. Ваша главная ошибка, что вы подписали этот акт. Поэтому зовите сюда понятых. Да это же в чистом виде, сука, подстава. Так, это мы походу придем к этому, да? Ну, такой хороший мэр, в общем, все дела. На, люди. Классная заставка. Ну, видно, все очень круто показывают. Быстро, мелько, так. Реальную жизнь. Ну, типа двойная жизнь, все дела. Узятки, бухаловки. Ветер. Отступление в жизнь. Саке. Двумя сутками. Добрый день, уважаемые жители нашего района. Мы рады приветствовать вас. Почетная встреча Акима перед гражданами. Поприветствуйте Акима Чапаевского района. Умарова Саята Саматы. Спасибо, спасибо. Ну, типа мэр. Рахмет, спасибо. Спасибо, что уделили для нас время. Извините за опоздание. Просто я ехал на автобусе. Была пробка. Но, несмотря на это, я здесь. И дико извиняюсь. Обещаю, что больше такого не будет. Сегодня, на самом деле, у меня день рождения. Но, несмотря на это, я здесь. Я с вами. Ну, что ж, давайте начнем. Я Аумаров Саэт Саматович. Аким Чапаевского района. Рад приветствовать вас. Просто глава района, короче. Где я выступаю с докладом, проделанной мною работой. Уважаемые граждане, могу вас заверить, что в ближайшем будущем, наш новый Чапаевский район станет самым комфортным, самым развитым и самым благоустроенным по всему городу. Это я вам сто процентов заверяю. Ну, давайте я вас не буду томить. Все мы здесь устали уже. Всем нам хочется домой. Но для меня это очень важно. Потому что, если есть у вас какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте на любые вопросы. Я и мои, так сказать, коллеги, мы сможем ответить. Меня зовут Сауля Асхатовна. Меня зовут Ханат, я студент третьего курса. Я живу в самом центре района. Влеча с Бастаном, пенсия минимальная. На нашей улице уже год не делают ремонт дороги. У нас каждый год ремонтируют перед подъездом. Вечером постоянно молодежь пьянствует перед подъездом. И нам нужно отдыхать. Но для этого нам приходится выехать куда-то в город. Там основные услуги дорогие. Что делать? Возможно ли в нашем районе открыть какой-нибудь караоке? Вы разберитесь с этим. Баблия Асхатовна, спасибо за обращение. Спасибо за очень интересный вопрос. Так сказать, район новый. Но я вам обещаю, в ближайшее время мы исправим. Будет вам увеселительное заведение. Мы сделаем эту дорогу. Запиши, пожалуйста, под свой личный контроль. А если еще есть вопросы, пожалуйста. Ага, слушаю. Саят Саматович, меня зовут Даниил. Я частный предприниматель. Недавно открыл небольшую донерную по программе малого бизнеса. Но из-за постоянных проверок участкового, сам эпидемстанции, мне приходится в первую очередь их кормить, а потом уже собственную семью. Когда это кончится и что с этим делать? Спасибо. Хороший вопрос. Раван Аманжович, вы слышали, да? Почему ваши участковые приходят к этому гражданину? Присюм, присюм, присюм. Вы давайте там своим участковым скажите, чтобы не приходили к этому гражданину. Да что происходит у вас? Это полный беспредел. Лично займитесь этим вопросом, хорошо? Так точно, так точно. Я никому не дам притеснять средний и малый бизнес. Это за ним будущее. Это не то, что там донерку, я за общий говорю средний бизнес в нашем районе. Хорошо? Потому что если вы не решите этот вопрос, я решу вопрос с вами. Решим, решим. Решим. Все, молодой человек, если никто не решит, ко мне в кабинет и потом будем разбираться. Еще есть какие-нибудь вопросы? Уважаемые граждане, все ваши требования и пожелания были сегодня услышаны. Если больше вопросов нету, то позвольте поблагодарить вас за обратную связь. Все эти проблемы будут решаться уже сегодня. Давай сваливаем отсюда. Цирк этот уже достал, а? Че, народ нытикий? Дай, 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 Дамбаскар. Ни хрена, на хрена не знает. Саян Саматович, отреши сейчас. Саян Саматович, Саян Саматович. Че там? Я извиняюсь, я ухода многодетную маму встретил, а ее к вам не впустили. Как-никак. А, Зикет, ты у нас за че отвечаешь? За благоустройство. Вот отвечай за благоустройство. Че ты лезешь? Там есть люди, которые работают над этим. Хочешь матери этой помочь? Иди и помоги этой матери. Мозги не парь, днюхо у меня. Одни такие красавчики умные. Поехали, Володь. Все, поехали. Идеально у него внешность. Че там, ресторан нормальный, он все отработал? Все, готово, шеф. Сейчас, секундочку. То есть, ну, глядя на него, не скажешь, что он такой какой-то. Давай, давай. Слушай, хотел спросить у тебя. А, подожди? Алло, да. Да-да-да, братан. Ой, хорошая новость. Смотри, там улица Нусипекова. Уверенно можешь все, дорогу делать. Официально, можно сказать, ты тендер выиграл. Да. Все, все, там прям перед населением, перед народным поднял эту тему прям. Давай. Все, дальше не по телефону, братан. Я хоть нюхаю поздравил. Давай, все же. Все, все, давай на связи. Шеф, поздравили. По-моему, все по плану прошло, да, когда? Особенно вот районного главврача вы уже стали. Сколько вопросов должно было быть? 40. Какого хрена было 41 вопросов? Откуда этот донорщик появился у него? Ну, я сам в шоке. Видимо, это залетно. Это ты у своих родителей залетно, понял? Чтоб отработали. Я-то калану не знал, что ответить там. Все понял, шеф. Я сам лично эту донорку закрою. Рот ты свой лучше закрою, понял? А если надо терпеть, значит, на уровне зам Акима, что тогда? Завтра и ты, и я буду, сами будем донорами торговать. Оля секси, басминт? Все понял, шеф. Пять, давай быстрее, опаздываем. Я вообще, Саша. Да мне похрен, Саша, пить, какая разница. Вообще-то, шеф, а вот. Халкин. Керемицы, если спастись, вот. Я, Волды, пути кривер миша? Ну, я же от души, шеф. От души. Хатя, пути, да, у кривер. Ха-ха-ха. Дай, да. Секунду, сейчас заткнусь. Дорогие друзья, дорогие братья, спасибо вам, что вы нашли свое драгоценное время прийти ко мне на день рождения, так сказать, поздравить меня. Я-то знаю, что вы все тут занятые. Вот. Сразу хочу дико извиняюсь, что я опоздал. Просто у меня была сегодня встреча с населением. Для меня, как для вас всех, госслужащих, самое главное это народ. Давайте так, что все на позитиве, все забыли, отдыхаем, гуляем. Давайте, есть люди, которые не знакомы, сразу познакомлю. Вот это Безна Агамазбулат, Аужас Нурбай, все вы знаете его. Это Азамат Резагалеев, Азике, Тасымбеков Даният, наш братан Ахлбек Дошанов. Соленда, джиктеренда. Спасибо вам всем, давайте выпьем. За все хорошее, давайте, джиктеренда. Кстати, дорогие друзья, должен отметить, что Азамат Солматыч является самым честным, самым грамотным районным Акимом. И я хочу заверить, что в любую трудную минуту мои двери открыты для тебя, дорогая. Рахмет, братан. Любые проблемы решим. И ведь все же знают, что самое главное это друзья, да? Конечно, братан. Правильно? Конечно. Давайте выпьем за дружбу. Да, Игорь. Давайте. Не, ну если сам Жарас Сакенович мне так говорит, тогда мне вообще в этой жизни нечего бояться. Рахмет, Рахмет. Да, я на войну. Рахмет, Рахмет. Ай, да. Дорос, дорос. Ну, все вы знаете Жарас Сакеновича, все вы знаете, где он работает. Скромность, прежде всего, без братану нас говорит. Солочек, давайте всех рад вас видеть. Рахмет, Рахмет всем, давайте на позитиве, гуляем, отдыхаем, давайте. Уважаемые гости. Уважаемые гости, я еще раз рад приветствовать вас на самом замечательном дне рождения, а именно на дне рождения нашего районного Акима, Саята Саматовича. Давайте наполним все свои бокалы и еще раз, Сакенович, с днем рождения. Сакенович, умеешь так красиво чесать, оказывается. Конечно, брат. Я же не ожидал сомнений. Не, а как по-другому, а? Работа у меня такая. Народу служить? Малыш народу служить. Народу лапшу на уши вешать. Вот что. Да что удивляетесь, е-мое, полстраны чиновники народу лапшу на уши вешать. Труспа, обещают, что-то говорят, а по делу, вот тебе, дуля. Да, как она исправила. Это нормальное явление, вот. Я честно скажу, там сидел, да, дискомфорт какой. Лицемерить надо, все лицемеры одни. Здесь как-то, блин, обстановка другая. Как-то вот легко, приятно сидеть. Честно. Конечно, мы же свои родные, да, брат? Не, не, вы не родные. Вы раб родные, смотри. Давай, давай, родной лар. Эй, жандармсов. Короче, можете мне аплодировать, стоя. Я что, зря, районным акимом что ли сижу, а? Короче, тот тендер по школе, который... Все, считайте у нас в кармане. Мы его выиграли. Там просто надо, ну, 20% где-то на лапу дать. Ну, вы сами понимаете. Чтоб за какие-то мелкие нарушения глаза закрали. Ну, че, ё-моё, первый раз тендер выиграешь. Вы сами понимаете. Труспа. Остальное все, ло, чики-пуки, ло, дик-тэр. А, еще одно условие. Это как не как школа. Ну, не на 100%, конечно. Но хотя бы на 10% качества надо сделать. Саке, саке, саке. Хоть, знаешь, вон, дай инг, бен, ты давай завязывай. Ты че, в этом он хочет стать, что ли? Кому это надо? Кто это вообще оценит? Дети? Они же просто забудут потом. Не вспомнят. На постройке школы нам надо сэкономить. Конкретно, от души. А вот, когда мы свои дома будем строить, вот тогда мы не будем экономить. Потому что мне свой коттедж надо достраивать. Мэрскую пешку надо купить. И дом за рубежом такой, джахсов, упакованный. А че? Ели деньги мы с вами? А. А, короче, все как у меня сейчас, да? Опасный ты человек, такие, а? Расчет, что надо, блядь. Ладно, друзья, это значит, пока район Макимом все ручит. Жасавал, говорю. Хрен его знает, кто завтра придет. Не я, так другой. Друзья, у нас так в стране половина так делать, а? Ну и об этом я и говорю. Друзья, лжи она, друзья. Правда, давайте так. Ё-моё, я че-то ни хрена не пал. У меня сегодня днюха или нет? Ё-моё. Че политика? Тейвл. Кунде вот на все. Брат. Все, давай. Замой дюй. Сейчас юбилей. Кто с мрада? Иди в жопу. Все, дальше будешь, куда? Бодишь, моди, пау. А вот, куда ты дел? Я тебе, видишь? А я, я, я. А что, куда дальше? Куда ходишь? Куда? Маянир. Опа, опа, смотри, сошка какая. Караоке, эй, караоке с нами. Ах, да. Что там это? Куда? Вы счет не закрыли. А? Счет не закрыли, говорю. Ты этому иди, джигурмеку скажем, в курсе. Давай. Иди. Какой джигурмек? Ну, как это для? Хозяин, кто он там вот? Хозяин Даня Ромирович? Похуй, он в курсе. Давай, вперед. Ну, он мне ничего не говорил? Чего? Эй, эй. А ты с первого? Эй. Эй, моя днюха. Рот закройте все. Чек взял? Взял все. Завтра сюда. СЭС, МЭС, МЧС, налогу. Фу! Фу! Что, блядь? Чтоб у них уравнисли на нас. Все, понял. Короче, с ним. Биебашься? Куда дальше? Давай. Бухнем, гулям. Как их называют? Забыл слово это. Люди? Не, еще, еще по-другому. Официант. О, официант. Официант! Опа. Чего там? Давай. Еще. Окей, может, схватиться? Ну, и так-то нормальный, ну. Ну, братан, попися. Чуть-чуть, все. Чуть-чуть. Ай, блядь. Как сказал? Самое главное на госслужбе это не тенд. Это не мэндер. Это зендер, брат. И не зендер. Тебя как зовут? Пану. Как? Айдана. Как? Кера. Как? Альбина. Как? Официант! Черт! Не рендер. Ты че это? И штор платье сделала? Это не... Брат, брат. Мы поняли. Знаешь, сколько вы часы здесь? 100 тысяч долларов. Угадала, сука. Не вендер. Вот этот как? Брат, брат. Мы поняли. Главное, это что? Отношения. Пожалуйста. Ебать. Эй, я район Ахимия. Любой в этом районе. Любой. Классный. Рахмет. Слушай, я вот думаю, нашему совету, мне кажется, чуть-чуть надо себя скромнее вести, да? Ты думаешь? В плане чего? Бля, по плане всего. Это было видно, что он как вчера кайфовал. Ты заметил поэлементарно, как он живет? Там дома его в горах. Да там не дом, там хоромы. У нас вип-гостиница, и то не такие уютные. А как он одевается? Чисто в брендах ходят. У него только одни часы стоят, как одна из семидесятка Гамри. А у него их дохрена, блин. А площадь его дома видел? Нет. У нас старая площадь в городе, и том меньше. Неплохое, неплохое. И это еще не считая машин, на которых он двигается. Доброе утро, Саяц Владыч. И это просто глава района. На чем сегодня поедем? На Лексище поедем, на старом. Надо скромнее быть. Хорошо. Эдущий херня ты слушал, как по телефону дела свои ему? Вообще страх потерял, если. Да, да. Да, вчера всю ночь с молодежью отрабатывали. Да, да, да. Со студентками бухали. Слушай, все нормально, все нормально, я подписал, не переживай. Остальное не по телефону, сам знаешь. Да, но игровой, игровой, дуниру, мелочкой кое-что. Давай, потом, брат, посмотрю. Давай. Слушай, работа подождет, давай в массажный салон поедем. В горах. В горах, в которые. Хорошо? Все хорошо. Давай веселее, Геннад. Я Саша. Да похуй. Поехали. Не повезло народу с районом Акимов, да? Да похуй на этот народ. За наши тендера беспокоимся. Как-то припугнуть его, что ли? Тихомирить может, а? А как? Не знаю пока как, но я же способ найду. Ладно, какие-то таки. Массаж, да. Смысленно массаж. В прямом смысле массаж, да. Че, мы хуже этих районовских Акимов, что ли? Девушка, официант, запишите вот это все на Саято. Хорошо? Почему на Саято? Потому что ресторан Саято, правда. Вот, блядь, а че ты раньше не сказал? Я здесь все время за счет почва. Саято, надо еще не без просто зашли. Сядь, сидеть, блядь. Комитет национальной безопасности, капитан Ашимов. Саято, Матавич, вы подозреваете злоупотреблением властью. Вы подписали фиктивные документы на строительство школ. Это какая-то ошибка, мужики. Ваша главная ошибка, что вы подписали этот акт. Поэтому зовите сюда понятых. Да это же в честном виде, сука, подстава. Дорогие друзья, если вы хотите увидеть следующую серию, проходите власть в платформу. Ну ладно. Короче, ставьте лайки, пишите комментарии. Надо набрать просмотры на этой реакции, чтобы я посмотрел вторую серию с вами. Но если не наберется, соответственно, я буду смотреть один. Потому что, в принципе, очень-очень даже неплохо. Есть фразочки казахские, но, по сути, они там особо никак не влияют. Где-то можно было просто понять, чисто логически догнать. Вот. Ну, короче, ничего такого особенного там, я думаю, не пропустил. Просто такое, типа, какие-то разговорные фразочки. Сам Аким, ну, вот чувак, мужик, мужчина, актер, который играет этого персонажа, он прям вообще идеально для этого ролика. Как мне кажется, я вот уже там, ну, когда смотрел, немножко сказал. У него внешность, вроде смотришь, но такой белый, пушистый, вообще не при делах, ничего. Но в итоге обо всех его делах мы узнаем, наверное, позже. Ну, типа, его вторую жизнь. Прикольно, прикольно. Я думал, я сначала думал то, что, ну, актер не подходит на эту роль, но постепенно, постепенно, что-то как-то этот, он мне все больше и больше нравился. Вот. Все, что я, наверное, хотел сказать. Сам Сера, сериал тоже снят хорошо. Есть какие-то прикольные движухи с монтажом. Ну, как меняются кадры, вот особенно, когда они бухали там с девушками, и там постоянно все менялось, ну, сменялся кадр. Очень клево. Мне единственное, некоторые ракурсы не понравились. Тут как будто бы лишние какие-то есть, типа, их можно было, там, допустим, в одном помещении их очень много было всяко. Ну, может, это какая-то пародия тоже была на прямые связи и так далее. Не знаю. Вот. Короче, в общем и целом сериал хороший. Ну, первая серия норм. Так что, если вам понравилась реакция, ставьте лайк этому видео, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.